Уважаемые друзья, полагаю, что атмосфера во Дворце Независимости сегодня весьма интеллектуальная. Мы традиционно отмечаем День Белорусской Науки вручением дипломов доктора наук, аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Да, наука интернациональна, она принадлежит миру, никто с этим не спорит. Она призвана служить всему человечеству, но вы ученые Белоруссии, вы белорусские ученые. Все ваши незаурядные идеи и великие замысли для вас как дитя, и рождаются они на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния. Я хочу поздравить всех вас с присвоением высоких званий. Вы проделали огромный путь, прежде чем преодолеть эту профессиональную планку. Великий труд стоит за каждым дипломом и вашим аттестатом. В нашей стране ученые люди пользуются большим уважением и поддержкой государства. Может, она недостаточно, но на то, что мы способны. Вы знаете, сколько вложено сил и средств, чтобы сохранить преемственность научных школ и достижений прошлых времен, создать условия для развития современной науки. Я везде и всегда подчеркиваю, когда предлагаю зарубежным иностранным руководителям, специалистам, некие технологии, обучение этим технологиям. Наверное, вы слышали это и в Зимбабве. Я подчеркнул, что мы такие умные, потому что мы стоим на плечах гигантской науки Советского Союза. Об этом не надо забывать. Велик ваш вклад, но не на пустом месте мы это делаем. Как в науке, так и в государственности, промышленности, по всем направлениям, в том числе и в социальной сфере. Поэтому мы, сохранив школы, вы их развили, мы имеем определенный результат. Которые мы можем использовать в нашей стране, ну я так оцениваю, процентов на 50. 50 процентов мы вынуждены продавать. Хотелось бы больше осваивать новых технологий, то, что вы изобретаете, но, увы, вы знаете почему. Нам есть, конечно же, чем гордиться. Это все вы увидели, кто посетил выставку «Беларусь интеллектуальная». Когда-то я поручил руководителю Академии наук подготовить такую выставку отраслевой науки, вузовской. Сделали неплохо, но есть над чем работать. Эта выставка вызвала живой искренний интерес людей. И даже в Зимбабве специалисты мне сказали, мы очень сожалеем, что не побывали на этой выставке. Это результат совместных усилий наших ученых Академии наук, отраслевых, вузовских ученых. Мы обязательно покажем эту впечатляющую галерею перспективных отечественных научных разработок в каждом регионе. Знаю, что график составлен, уже 16 февраля экспозицию увидят жители Гомельщины. Тем не менее, вы, ученые, как никто, понимаете, что науке нет времени почевать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам всем нам и науке в первую очередь. Надо смотреть только вперед и во благо жизни людей и во имя созидания. Другими словами, все ваши инновационные разработки должны служить развитию духовной сферы, укреплять экономическую мощь государства, обеспечивать нашу национальную безопасность. И тут поле не пахано. И честно вам скажу, то, как мы разворачиваемся на ниве экономики и безопасности, те задачи, которые стоят перед нами, которые могут принести колоссальные результаты, финансовые, я смотрю на это так и уже начинаю сомневаться. Вроде что-то можем, умеем, а разворотливости нет. Но это отдельный разговор с правительством. Уважаемые друзья, я, конечно же, искренне желаю, чтобы вслед за очередными званиями вы достигли самой главной вершины научного успеха. Не просто сказали свое новое слово в науке, а заставили весь мир говорить о ваших наших достижениях. Ведь истории остается не статус, а имя. Как не видится, для настоящего ученого нет важней цели, чем обеспечить преемственность своих достижений, вырастить плеяду успешных учеников, ну и, естественно, прославить Отечество. Я вообще считаю, если ученый оставляет за собой шлейф учеников, или хотя бы одного, который обязательно превзойдет вас, это еще большее достижение, чем то, что вы достигли сегодня. Так как это сделали наши уроженцы Беларуси, и Алфеоров, и Высоцкий, и Борисевич, они ушли, но оставили яркий след. Их последователи – это ваши коллеги. Поэтому и видеть здесь вас, состоявшихся докторов наук, профессоров вместе со своими успешными учениками, особенно приятно. Это говорит о том, что вы не боитесь конкуренции с молодыми, амбициозными учеными, возможно, даже мечтающими превзойти своего учителя. Более того, вы гордитесь ими. И значит, у белорусской науки обязательно будет будущее. Поэтому ставьте перед собой в хорошем смысле слова дерзкие и обязательно благородные цели. И пусть на пути к их достижению вам всегда сопутствует удача, поддержка родных людей и обязательно уважение научного сообщества. КОНЕЦ